Больше тяжелых осложнений. И так как он распространяется намного быстрее, то естественным образом поднимается и число заболевших, число тяжелых больных и, как следствие, число смертельных исходов. А там симптоматика другая, скажите, пожалуйста. Да, есть уже данные о том, что симптоматика немного меняется. Но на самом деле основные симптомы остаются те же самые. Это головная боль, боль в горле, температура и так далее. То, что связано с острой респираторной инфекцией. Но существуют и отличия. Например, уже у некоторых людей не пропадает обоняние, как это было таким практически стопроцентным примером, что у тебя коронавирусная инфекция. И самое интересное, что у части молодых людей в основном эта инфекция проходит как обычный насморк. То есть у человека, по-моему, головной боли и насморка больше ничего нет. И, естественно, человек думает, что он просто где-то простутился, может быть, по кондиционерам или в метро. А на самом деле это одно из тоже проявлений коронавирусной инфекции. И сейчас терапевты уже делают акцент именно на этом. И самое ужасное, что эти люди, думая, что они просто немного простужены, они же выходят наружу, общаются с людьми. Потому что у нас никто не соблюдает никакие меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. И поэтому эти люди являются активными распространителями коронавируса. И это еще больше способствует быстрому распространению именно этого штамма средненаселения. Если позволите, я вот прошлую часть закрою. Хотел сказать, что я вот смотрю с интересами, насколько власти наши находятся на такой границе жестких и мягких мер. Как же нам сделать мягкий подход к людям, найти группы, которым тот или иной подход найти. А на самом деле, если сейчас, вот в ближайшие несколько месяцев, не вакцинировать достаточное количество населения, 60-70%, то у нас появятся новые штаммы, которые будут уже более эффективно отходить сложившийся иммунитет. Мы просто получим ситуацию, когда люди, которые переболели, будут уже 100% заражаться. Это будет уже такой сезонный вариант инфекции. И не факт, что он не будет проходить по тем же самым законам, тяжелыми случаями, тяжелыми условиями. И я вот с интересом наблюдаю, как же, на какой грани нашей власти, которая все-все-все может позволять население вакцинироваться. Это просто необходимо. В других странах другие люди, но давайте еще год будем в каждой группе подбирать убеждения, чтобы вакцинироваться, а другие будут умирать в это время. Простите, это бред. Не надо уже забить в войске, в локдаун, люди мотивировать, как в Израиле. Глупости, все эти объяснения. К сожалению, если можно, это было эффективное и совершенно адекватное мера. В прошлом году, когда у нас не было вакцины, не имеет никакой совершенно пользы. Это было эффективное и совершенно адекватное мера в прошлом году, когда... Так, действительно говоря, обравменную. Есть... Видимо, насколько у нас попадаются然, а вот, как мне сказали, то electricity не было. сходя еще по губернии на канале в СПСУ на канале. в СПСУ следует обстановление в СПСУ вот так и скажет в СПСУ на самолёт в СПСУ Продолжение следует... — Три досье достают, да, с этажерки, этих уволить? Почему? Не люблю неудачников. — Мария, как вы считаете, дойдет в коллективах до таких междоусобных конфликтов? — Ну, какие-то конфликты, видимо, будут. Не уверена, что будет решаться демократическим образом или жребием. Я думаю, что потенциал здесь для достаточно серьезных переживаний, как, собственно, для работодателей, так и для работников. Потому что наверняка, ну, понимаете, ведь работодатели не просто просят, чтобы они 60% перевели. И он говорит, что если у вас не будет 60%, вас оштрафуют. Сначала немного, потом очень заметно. И, конечно, работодатель ни за что на это не пойдет, не захочет. И, возможно, добиваться... Мы не можем предсказать, как будет быть каждый отдельный работодатель. Тем более, что в сфере услуг довольно много малых предприятий, в которых совсем немного работников. А 60% от 10 человек согласились с другими условиями и убеждения, и, соответственно, возможных проблем. И, ну да, конечно, это будут... Я думаю, что это будут сложные времена для работодателей в том числе. И для работников в том смысле, что для некоторых из них это будут очень жесткие условия. И, ну, понимаете, у наших людей и так большие стрессы все вот эти полтора года. И добавлять к ним еще и потенциальный страх потери рабочего. Так, что с телефона утром здесь? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...